Это уже не первая встреча по вопросам строительства Южно-Латкаринской автомобильной дороги. Многие замечания жителей на предыдущем собрании были учтены. Особенно острая тема – безопасное передвижение людей. На встрече подняли вопрос организации пешеходного сообщения между жилыми комплексами Южное Видное и Первый квартал, что крайне важно для жителей. Проектировщиками этот момент взят в проработку. В проекте уже предусмотрены три перехода на улице Фокина, на Завидной возле дома номер 19 и в районе выезда из шестого микрорайона. Беспокоят людей и организация пешеходного сообщения на время строительства. В ходе диалога подрядчик пообещал, что пешеходная дорожка, по которой дети из северного квартала ходят в 10-ю школу, останется открытой до конца учебного года. В районе дома 19, чтобы обеспечить транспортную доступность, то есть мы определились, что круг, который у нас остается свободным, мы делаем все-таки дополнительный заезд вдоль забора, чтобы машины не скапывались в узком горлышке вдоль дома 19. Расширяем с вами проезжую часть вдоль дома для возможности парковки транспортных средств подальше. Парковочная пространство, все, которое у нас в треугольник свободный, зеленый остается, мы делаем там парковочные места дополнительные. Чтобы шум техники не беспокоил жителей домов, будет использован бесшумный метод. Они будут состоять в земляных работах, в устройстве монолитных работ, буровых работ. Сейчас под вопросом стоит вопрос согласования с фоебойных работ, чтобы уйти от ударного способа и прийти к методике статического вдавливания свай. Совместно с МТДИ будет проработан вопрос о внесении изменений в проектную документацию по ликвидации съездов на улицу Фокина и Северный квартал, чтобы предотвратить поток транзитного транспорта. Также необходимо оставить возможность прямого выезда из Северного квартала на трассу М4 Дон, как это уже организовано на сегодняшний день. Сроки директивные нам установлены на год меньше, нежели они у нас установлены и пословскими сроками, по которым заключались контрактные обязательства нашей генподрядной организации с заказчиком. Будем стремиться к ним. Встречи с жителями по вопросам строительства автодороги будут продолжены. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.